Сегодня мы продолжаем наш эфир, это уже третий, по-моему, день, когда я отвечаю на вопросы. С радостью, с большой, с первеликой радостью буду отвечать на ваши вопросы, будем вместе искать ответы. Вчера поступило множество вопросов, еще раз сказать, я напомню, я Максимов Максимов, это прямой эфир, вы находитесь в общине Дом Веры. Если вы смотрите меня сейчас с телевизора, то вы можете пройти на сайт domvera.ru, если вы сейчас смотрите меня на ютюбе, то каждый день в одно и то же время, по-моему, в 6 вечера по Москве мы встречаемся здесь с вами в эфире на спутнике или на сайте domvera.ru, буду очень рад, если вы присоединяетесь. Я отвечаю на вопросы, люди задают вопросы, и сейчас вот те, кто там будут задавать вопросы, но у меня еще вчерашние вопросы остались. И один вопрос от Андрея из Сиднея. Андрюш, ты спросил, как вы начали свое служение? Вообще-то, это, конечно же, история длинная, и... Может быть, сегодня я, наверное, отвечу только на этот вопрос. Ты меня два дня его подряд задавал, и я пропустил как-то, и вот когда мне распечатку дали, я посмотрел, подумал, ну, наверное, надо рассказать. Поэтому сегодня я буду отвечать на этот вопрос. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, задайте их, напишите, и после мы прочитаем их, и мне напечатают их, выберут, выборку сделают, и потом я буду отвечать завтра, наверное. Сегодня я отвечаю на вопрос Андрея, как я начал служение. Вы не против? Наверное, о себе рассказывать как-то нескромно, но если вы запасетесь терпением, кружечкой кофе, увидите, что ничего гордого и ничего особенного в моем служении вообще нету. То есть я не горжусь какими-то своими заслугами. Когда мне говорят, о, ты так много достиг, я смотрю, чего я достиг, что именно я достиг, я оказался в правильном месте, в правильном времени, с правильными людьми и делал правильные вещи. Если вот так происходит с вами, вы оказываетесь в правильном месте, в правильное время, с правильными людьми и делаете правильные вещи, Тогда получается, что вы будете успешны. И ваш успех будет большим, очевидным. Ваш успех будет вдохновлять очень-очень многих людей совершать большие дела. Я родился в 70-м году. Знаете, когда я родился, и мне казалось, что я такой молодой, и все так классно. Когда я сейчас смотрю на людей, которым 20 лет или 25 лет, и они уже достигли каких-то успехов, 28 лет, 30 лет, я смотрю и думаю, боже, мне уже 45. Я уже старый. Вдруг, неожиданно для себя я обнаружил, что 45, 45, я уже как бы прошел вообще хорошую часть пути своей жизни. И уже можно оглянуться назад и говорить. Я родился в 70-м году. В 7 лет пошел в школу. Учился я ударником был. По некоторым предметам хорошо, по некоторым слабее. Но я не был провальным троечником, нет. Я был такой ударник, хорошист. Интересная вещь, что я, когда был маленьким ребенком, у меня интерес к рисованию появился. И я рисовал, рисовал, мне понравилось рисовать очень сильно. И мама меня решила отдать в художественную школу. Поэтому с 4 класса я ходил в две школы. С утра до обеда я был в обычной школе. С обеда до вечера, до 6 вечера я был во второй школе. То есть я ездил во вторую школу, она находилась в километрах в 10 от моего дома. И художественную школу, где я занимался рисованием. Мне это очень дело нравилось. Мне нравилось заниматься рисованием, мне нравилось заниматься искусством, скульптурой. Ну, всем что-то своими руками рисовать, творить, созидать. Для меня это было очень интересно. Для меня это было круто. Я вообще думал, вау. Я мечтал быть художником. Закончил 8 класс, тогда 8 классов заканчивая школу. Я перешел в училище и, наверное, сейчас это колледж называется, да? В колледж перешел, художественный колледж, где я доканчивал школу, получил среднее образование. И где еще параллельно учился на искусство, на живопись, графику, художник, оформитель, дизайнер широкого профиля. Самый широкий, это считался престижный факультет в колледже, самый престижный факультет. То есть, были, например, скульпторы, они считались вот так. Были там театральные дизайнеры, которые занимались театральными декорациями. Ну, это как бы вот так, вот так. И когда дошли, я когда поступал, мне сказали, что я пришел, я не рассчитывал, что я смогу поступить на оформитель. Мне говорят, вы что, идите на оформитель, однозначно. Идите на самый лучший факультет. И я пошел на факультет, и как бы это считался престижный факультет. Там конкурс был, по-моему, шесть человек на одно место. Я с легкостью выиграл его, потому что я уже имел образование художественное, четыре года в школе художественной. И фактически те же преподаватели, та же программа, но только более углубленным. И вот я рисую, живописничаю. Родился я в семье интересной. Моя мама была искренной христианкой, пятьдесятницей, из обовенцев, нерегистрированной, подпольная верующая. Мой папа потрясающий человек, артист балета, танцор, балерун. Он танцевал на больших сценах и в большом театре танцевал. Ему давали солирующие роли. И он просто потрясающий человек, всегда оптимистичный, веселый. Но, к сожалению, на тот момент он был неверующим. Он был неверующим. И у нас как бы дома был мама и папа, верующий и неверующий. И мы сегодня, слава Богу, мой папа верующий. Я так благодарен Богу за моего отца. Он позитивщик, любит Господа. И Христос пришел в его жизнь. Это потрясающе. Это просто горжусь им. Но на тот момент у меня дома, когда я рос, у меня дома был ад и рай. Одновременно, в одном флаконе. С одной стороны, я видел верующих, с другой стороны, неверующих. И я для себя с детства выбрал, что я все-таки пойду с верующими. Не знаю, убеждение мамы или еще что-то, но я принудил решение быть верующим. И, кстати, у меня есть брат младший. Он также является верующим человеком, любит Господа, служит Господу. Так вот, говоря об этом, мы оказались в очень интересной ситуации. Перестройка началась в 86-м году. К тому моменту мне было 16 лет. 16 лет, и началась вся эта события. Все эти события. Пришла свобода, гласность. Очень медленно, очень медленно, очень медленно гласность переходила к нам. Разрешение. Вдруг стали вскрываться там какие-то жуткие факты репрессий, сталинизма. И начало вот это приходить информация к нам со всех сторон. Приходить информация, что не все так хорошо в нашей счастливой стороне Советов. Вернее, все плохо в нашей стране Совета. Но у меня было такое движение. В 16 лет я ездил к дедушке двоюродному с бабушкой в деревню. Я принял решение, в течение двух месяцев я ездил и молился. Я ездил, молился, искал Господа. На выходные ездил. Пятница, суббота, воскресенье. Мне нравилось ехать в деревню, очень романтично. Там было... Я постился в этот момент по три дня, молился, Господа искал. И там было коротковолновое радио, где я слушал христианские передачи, радиопередачи по радио. Я помню, как с острова Сайпена, я даже не знаю, где этот остров находится, но с какого-то острова Сайпена эта передача шла. И мне было очень интересно узнать и слушать. И вот эти проповедники рассказывали какие-то истории библейские, что-то рассказывали. Это было потрясающе. Я слушал сквозь это радио, которое шикело, гудело. Ну, знаете, как коротковолновое радио. Я сейчас не знаю, кто-то слушает коротковолновое радио или нет, но в тот момент это было очень круто. Вверх прогресса. И мне говорили, тише, тише, чтобы соседи не услышали, что мы слушаем радио. Нельзя было громко делать радио, чтобы соседи не услышали, что мы слушаем радио. Поэтому мы пытались сделать его очень тихо. И при этом поймать волну, которая вечно уходила. И нужно было рукой подстраивать в поисках волны. И в эти дни, месяцы, мне было лет 16, я молился и говорил, господи, я глина в твоих руках. Сделай, что хочешь. Господи, я глина, сделай, что хочешь. Господи, я глина. Я глина в твоих руках. Твори, 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 что хочешь. Сделай из моей жизни то, что хочешь ты. Такая молитва была. Может быть, она странная. Но я прочитал Библию, я гончар и так далее. Я понял, что если он гончар, а я кусок грязи, то он из куска грязи, только он сможет, только он сможет сделать что-то благословенное. Сегодня, когда у меня есть и спутниковое телевидение, и студии, и передачи, и каждый день я выхожу, проповедую в прямом эфире, и служение, и международные путешествия, и огромный штат сотрудников, потрясающих людей, которые вместе со мной служат Господу, я сегодня оглядываюсь назад и думаю, если бы я это все знал, я бы, конечно, вдохновился. Но тот момент, у меня была низкая самооценка. Я думал, что я обычный советский художник, и моя перспектива быть совковым художником всю свою жизнь. Мне не хотелось, и мне было неинтересно, я видел эти пьяницы, я видел эти прокуренные мастерские художественные, и меня это не впечатляло вообще. Но сама живопись искусства мне очень нравилась. И вот, когда я молился, сказал Господи, а глина проходит несколько лет. И вдруг в 1989 году, извини, в 1989, да, мне уже 19 исполнилось, нам звонит тетя из Америки. Я в Америке. Как в Америке? Когда ты успела в Америку ехать? Она каким-то тихим образом свалила в Америку и говорит, все, я вас оформляю на поездку в Америку. Когда мы трубку положили, мы были вообще в шоке. Как это возможно? Как это возможно? Поездка в Америку. Вообще что это такое? И спустя несколько, пару месяцев приходит к нам приглашение в Америку. Там было через Израиль, израильское приглашение, но это приглашение в Америку. И вы знаете, удивительно, вообще просто удивительно, удивительно, что происходит в этот момент. Удивительно, вдруг, вдруг, когда вот знаете, я помню эту бумагу, мы получили, и там такая выжатая золотая печать была, приглашение, я смотрел на эту бумагу, я так хотел служить Господу, хотел делать, и вдруг я смотрю, я думаю, это точно Бог. Это точно Бог, который хочет нас вывести из страны Советов. По убеждениям, я антисоветчик. Вы уж простите меня, но я враг Советского Союза. Это империя зла, однозначно. Сколько они, сколько крови пролили эти злодеи, сколько людей погубили, сколько... Недавно я видел фильм, называется Чекист, я просто плакал. Я плакал, где они массово в подвалах Москвы расстреливали людей, или Питера, я даже не помню где, расстреливали, расстреливали. И там был один кадр такой, девушка стоит, поворачивается ее, она расстрелила, она говорит, товарищи, я жить хочу, я жить хочу. И этот Чекист берет пистолет, а эти солдаты стоят, смотрят на нее, она вообще ни в чем не виновата, он берет ее, стреляет в голову. И они трупы эти таскают, таскают, таскают. Вы знаете, вот просто жуткое зрелище. Я смотрел, я понимаю, что от нас может быть скрыто было, мы даже не представляем, сколько зла в коммунизм, сколько трупов. Знаете, Майя Плесецкая, покойная, она сказала такие слова, очень потрясающие. Она говорит, что коммунизм хуже фашизма. Когда она сказала, я очень удивился, подумал, почему. И она продолжает свою речь, она говорит, вы знаете, коммунизм, все концлагеря фашистов, они были открытые. И мы все увидели, их разоблачили, обличили и осудили. А концлагеря после войны в Советском Союзе, они не закрылись. От кого фашисты научились концлагерям? От нас. От Советского Союза, от коммунистов. Коммунисты научили их делать концлагеря, они приезжали, изучали устройства концлагерей. И говорит, что когда фашизм обличили, показали фотографии, то у нас никто не обличил. И никто не показал, и никто не вскрыл. Более того, эти концлагеря переоборудовали, и многие из них действуют. Знаете, когда я посмотрел на ее заявление, это действительно правда. Коммунизм это одно из больших зол. И вот когда я получил приглашение выехать из страны Советов, я подумал, это великий исход. Удивительно, что на тот момент из Советского Союза выезжали в основном христиане евангельские. И некоторые радуются выезду евангельских христиан. Но я очень опечален. Почему? Можете себе представить, несколько миллионов писятников, баптистов, адвентистов, всех протестантов, несколько миллионов человек выехало из Советского Союза в США. Выехали и в самый нужный момент времени, когда началось пробуждение. С 89-го до 97-го года. Они выезжали толпами. Вместо того, чтобы они занимались евангелизацией, христиане занимались эмиграцией. Вместо того, чтобы начинать церкви, насаждать, послать миссионеров, они занимались эмиграцией. Я думаю, что это одна из самых великих уловок дьявола. Если бы эта эмиграция не совершилась в тот момент, волна евангельских христиан уезжала из Советского Союза. Если бы этой волны не было, на сегодня было бы в 10 раз больше христиан евангельских в странах бывшего Советского Союза. Если бы эмиграция задержалась. Но все думали, что вот-вот-вот-вот Советский Союз вернется и все рухнет. Все думали, вот-вот-вот-вот начнется обратно истребление евреев и христиан. Так вот, пришло это приглашение. Я помню, я шел по улице, вот это настроение помню. Была весна, погода, солнце. Я держал эту бумажку, смотрел с папой, мы пошли на почту, получили. Я смотрел на нее, я был в шоке. Я вдруг себя почувствовал, что я American Boy. Помните, такая песня была? American Boy, еду с тобой. Я вдруг почувствовал себя крутым. Я вдруг почувствовал, что все, круто. Теперь все будет круто. Моя жизнь круто пойдет вверх. Все, у меня все будет просто потрясающе. И вы знаете, когда мы начали собирать документы, связь с семьей, не я, не только моя семья, весь наш род, сто человек, все стали собирать документы, все готовятся к выезду. Все, послушайте, все начали готовиться к выезду, начали паковать чемоданы, покупать матрешек. Кто-то сказал, что матрешки там такие дорогие. Командирские часы, я помню, целую коробку командирских часов купили мы. Зачем-то. Кто-то пустил такую странную идею, что командирские часы так любят в Америке. Это фуфло такое, эти командирские часы. Чушь. Они с завода уже ломанные приходили. Так вот. И когда все это началось, сборы, мы все уже все продали, все у нас, ничего не осталось. И вот мы находимся перед выездом. И за две недели до вылета Господь вспоминает мою молитву. Помните, я молился до этого момента? Вот мне уже 19 лет, а я в 16 лет молился. Господи, возьми меня как глину и сделай со мной что-то. Сделай со мной что-то, Господи. Я глина. Сделай со мной что-то. Сделай со мной что-то. И вот Господь сказал, ты глина? Я говорю, да, Господи. Я хочу, чтобы ты остался. Это была его воля. Чтобы я остался в СССР. Ужас. Я не мог поверить. Господь, ты хочешь, чтобы я остался? Господь, ты хочешь, чтобы я остался в этой стране? Господь, ты хочешь, чтобы я остался здесь? Боже, почему ты хочешь, чтобы я остался? Господи, почему? Зачем? Я не хочу оставаться в этой стране. Я не хочу оставаться здесь. Я хочу, чтобы ты остался в СССР. Вы понимаете, что мне к тому времени уже светила армия. А там все дела. Только Афганистан закончился. Там начались на Кавказе волнения. Там на Горный Карабах. Там еще какие-то. Там войны начались повсеместно. И мне армия светила. И все. И вот, знаете, я нахожусь в этом состоянии странном. С одной стороны, я вижу, что Бог мне четко говорит, что Он хочет, чтобы я остался. Мне уже 20 лет. Я молодой человек. Но я ни разу не жил отдельно от матери, отдельно от родителей. И вот Господь мне говорит, Господь мне говорит, что я хочу, чтобы ты остался. Ты же молился, что ты глина. Да, Господи, я молился, что я глина. Я хочу, чтобы ты остался в этой стране и служил мне. Знаете, очень-очень такой вопрос возник сразу же. Вы понимаете, да, что когда все твои родственники, 100 человек уезжают, и вдруг тебе приходит слово, что ты должен остаться. Это очень-очень серьезный, тяжелый вопрос. Я прихожу к маме, я говорю, мама, я остаюсь. Она говорит, не вздумай, иди скажи папе. Папе эта не понравится идея. Папе эта идея не понравилась. Вы должны представлять, уже у нас билеты, уже все, нам уже дату вылета сказали. И вот я стою. Знаете, вот если ты принесешь жертву, на жертву сходит огонь. На жертву сходит огонь. Если ты принесешь жертву, на нее сходит огонь Божьей славы. На жертву сходит огонь. Было очень-очень-очень тяжело, непонятно, горько, но я принял решение. Так все быстро пошло время. Я уже паспорт советский потерял, уже все. Мне уже дали специальную такую бумажку, выезд из страны. Мне пришлось восстанавливать паспорт. Документы восстанавливать. В общем, мне пришлось огромную работу проделывать. И вся моя родня, я еду с ними в Шереметьево. Это один из первых самолетов, который летит уже напрямую в Америку. Раньше они вылетали через Италию. Сначала в Италию, потом Австрию, потом в Америку. Там они на поселении были. А теперь уже напрямую в Америку летят. И вот вся моя родня вылетает. Я в Шереметьево пришел, там коммунисты не пускали. Три дня держали людей. Целый самолет людей в аэропорту жили три дня. Три дня не хотели выпускать. Там какой-то чиновник упирался. И через три дня самолет вдруг разрешает посадку. Стоит эта же высокая женщина. Посадочные талоны не было у нас на руках, ни билетов, ничего. Она раздавала посадочные талоны. Она крикнула Максимовы. Подходит Максимовы. Она говорит, что четыре человека. Мама говорит, что три. Как три? Мама говорит, что один не едет. Кто не едет? Почему не едет? И она посмотрела на этот билет. Максим Максимов. Вот этот? Да, вот этот. Она берет и рвет мой билет. И бросает на пол перед моим носом. Порванный билет. Было очень глубокое эмоциональное впечатление для меня. Я стоял, смотрел на этот билет. И думал, вау. Вся моя жизнь где-то порвалась на кусочки. Вся моя жизнь разорвалась на мелкие кусочки. Моя мама сунула мне какой-то пустой чемодан. Сказала, пригодится. Я стоял там возле этого стекла. И вы знаете, я прощался с ними навсегда. Я не знал, что потом у нас откроются границы. Что из Советского Союза можно будет летать за границу. Можно будет общаться с людьми по всему миру. Можно будет туризм делать. Такого я вообще даже не представлял. На тот момент мы были обычные совковые люди. Совки. И я даже не представлял, во что все это выльется. Мы стояли, я стоял с этим билетом, порванный, смотрел. И я начал плакать в этот момент. Я просто начал рыдать. Они уходили дальше. Я просто рыдал. Из меня слезы текли. Вы знаете, с того момента началась моя новая жизнь. Когда я вернулся в Алма-Ату, это был чужой город, в котором я почти никого не знал. Первое, что я сделал, я начал общаться, молиться, конечно же. Но через три месяца, короче говоря, я женился. Заженили бы, это отдельная история. Лариса мне сделала предложение, от которого я не смог отказаться. И мы женились через три месяца. После того, как уехали родители, провели свадьбу. Все отлично сделали. Это было просто потрясающе. Я женился. И Ларисины родители, и также Лариса, тоже должны были уезжать все вместе. Кстати, в один и тот же город. И она тоже остается. Она не едет, остается со мною. И однажды я спросил, говорю, Лариса, а если бы я не женился на тебе, ты бы осталась? Она сказала, нет, я бы не осталась. Она говорит, я осталась только потому, что ты остался. И вы знаете, она последовала за мужем. И так Бог благословил. Следующие годы начались просто невероятно. Мы начали служение, начали церковь, начали проповедовать, начали действовать. Через два года после этого момента мы арендовали стадион. Огромный стадион. Это просто было невероятных. На 48, по-моему, тысяч человек мы забили полностью стадион. Это была такая жажда у людей была. И вот представляете, мне 22 года, и я стою с микрофоном в руках на стадионе, где почти 60-58 тысяч человек забито на поле, везде. Я говорю, вы знаете, вот потом я открыл библейскую школу. Я открыл библейскую школу, и мы проводили много занятий. Я открыл библейскую школу, я был единственным преподавателем, целый год один преподавал. Потом началось движение, столько началось движений. Это просто невероятно. После библейской школы второй год, третий год, на четвертый год ко мне приехало 700 человек. Начали водные крещения, начали посылать пасторов по всей стране, насаждать церкви, насаждать... Я помню, с этой карты я сидел, как Наполеон, отправлял людей в карту, тыкали в карту, кто куда поедет, кто где будет служить Господу. Мы всю страну покрыли, отправили миссионеров. После этого началось такое движение, постоянные чудеса, конференции, мероприятия, что-то происходит. Мы арендовали еще 9 стадионов. Усть-Каменогорский, Тимиртау, Караганде, Семипалатинский. В общем, мы провели 9 стадионных евангелизаций. Это было нечто невероятное. Мы служили, славили, молились, прославляли Бога. Движение было такое сильное. Чудеса происходили настолько очевидно, явно, сильно. Это было невероятно. Невероятно, насколько сильно Господь заботился о нас и направлял. Спустя некоторое время, вы знаете, у нас уже мы здания начали покупать. Я получил откровение, знаете, было время, когда цены были бросовые. Я сказал, покупайте здание. Мы по 3-4-5 тысяч долларов покупали здание. Тогда недвижимость вообще дешевая. Квартиры по 300 долларов можно было в Казахстане купить. Мы скупали недвижимость очень много. И вот происходит следующий шаг. Я подхожу и приходит ко мне, я если вкратце рассказать, от нигерийских аферистов письмо. Дорогой пастор Максим Максимов, наша бабушка умерла, вам наследство 16 миллионов долларов. Я не знал, что это аферисты. Я думал, что это настоящие люди. Они сказали, мы видим ваше служение и хотим поддержать вашу церковь в 16 миллионов долларов. И вот я отдал моим друзьям разбираться с этим делом. Иностранцам они начали разбираться. Через 2 года выяснилось, что это все афера. Но эти 2 года я искренне молился и просил у Господа мудрости, потому что я поверил и увидел, что у меня есть 16 миллионов долларов. Я стал говорить, Господи, я благодарю Тебя за то, что ты дадал мне 16 миллионов долларов. Я знаю, что это от Тебя. И я направлю для проповеди Евангелия эти деньги. И я буду служить. И что мне повелишь сделать? И вы знаете, вот в этой искренней вере, я, конечно, как фул, как дурачок выглядел. Молился о деньгах, которых у меня нет. Но я искренне молился. И вера есть видеть невидимое. Я увидел невидимое. Я увидел, что у меня есть эти 16 миллионов долларов, у меня есть они, я их имею, я их, вот они, вот-вот. И я увидел необходимость в христианском телевидении. Когда я начал людям говорить, все надо мной смеялись. У нас ничего не было для этого. Никаких, вы знаете, чтобы войти в телевидение, нужно как минимум миллион долларов положить. Ну, чтобы студию сделать, все оборудовать, все четко, чтобы без, ну, за полмиллиона можно сделать более-менее телеканал сбацать. Ну, такой областной. Так вот, когда мы, когда я ходил обманутый нигерийцами, я думал, что вот-вот деньги придут, я внутри себя увидел, что я уже богатый, и у меня есть деньги делать дело Божие. Конечно, деньги от нигерийцев не пришли. Но я начал переговоры и начал открывать телевидение. Если, послушайте, если бы меня нигерийцы не надурили, я не думал бы, что у меня уже куча денег есть, я бы никогда бы это не стал делать. Нигерийцы нужны были, аферисты нужны были, чтобы я перешел на среду. Я увидел, что у меня есть такой достаток, и я начал действовать в соответствии с достатком, как будто у меня есть достаток. Вы понимаете, о чем я говорю? Я начал, не сомневаясь, стал действовать. Когда мы открыли телевидение, мы выяснили, что нигерийцы, мы подключили Скотланд-Ярд английский, потому что эти аферисты были из Лондона. И нам через Скотланд-Ярд сказали, что, ребята, все, это полная лажа, это аферюги. И мы поняли, что это аферисты. Но я уже запустил телевидение. Это было самое трудное время в моей жизни. Потому что нигерийские деньги не пришли от бабушки в Японии, и вообще не было никакой бабушки в Японии. Но знаете, у меня началась жизнь веры. Невероятная жизнь веры. Сегодня, когда я глядываюсь назад, более 16 миллионов долларов прошло через христианское телевидение. Более 16 миллионов. В тот момент я увидел, что у меня они есть. Сегодня мы сделали калькуляцию, это просто невероятно. Более 16 миллионов. Мы проповедуем ангеля каждый день по всему лицу земного шара. Я думал, что мне помогут эти бабушки из Японии, которые не существуют. Но оказалось, таких бабушек у меня не только со всего мира. Не только из Японии, а теперь со всего мира. Эти партнеры, которые участвуют каждый день в проповеди Евангелия. Вот такая вот моя краткая история. Все началось мое служение со слов. Господи, я глина в твоих руках. Сделай то, что ты хочешь. Сделай с моей жизнью то, что тебе угодно. Работай над моей жизнью. Работай надо мною. Я глина. Если ты хочешь со мной сделать. Эта молитва самая универсальная. Если вы хотите помолиться со мной этой молитвой, давайте помолимся вместе. Господь, я глина в твоих руках. Скажи со мной, я глина в твоих руках. Сделай со мной то, что ты хочешь. Работай надо мною. Работай надо мною, Господь. Я предоставляю тебе себя. Я в твоих руках, Господи. Благодарю тебя. Используй мою жизнь. Аминь. Если вы молились со мной этой молитвой, я хочу сказать вам, это потрясающе. Бог да благословит вас. Пусть Господь пребудет с вами. Я поделился с вами кратким изложением. Конечно же, там еще столько событий были. У меня еще бабушка из Тайвани есть, но это настоящая бабушка, которая вдохновила меня на служение. У меня есть много разных свидетельств и примеров того, как Бог действует и как Бог служит. Я глина в твоих руках. Сделай со мной то, что ты хочешь. Сегодня, находясь вдалеке, без возможности пока вернуться домой, я благодарю Бога и говорю, Господь, сделай со мной то, что хочешь ты. Я предоставляю тебе свою жизнь. Я предоставляю тебе себя. Знаете, то, что я нахожусь вот в этой студии и сейчас веду эфиры, за всю благодарность Господу. Я никогда не думал, что я буду каждый день проповедовать. Но вот уже скоро год, как я каждый день проповедую. И это благословение. Дорогие мои, я люблю вас, благодарю вас за партнерство, благодарю вас за участие, благодарю вас за то, что вы помогаете мне распространять Евангелие по всему земному. Я, вот в сердце хочу сказать, не корыстный, не жадный, не алчный, не ищу своего, но хочу, чтобы проповедовалось Евангелие Иисуса Христа по всему земному шару. Поможете ли вы мне в этом деле? Если у вас есть желание и доверие, ваши десятины помогут мне достигать людей Евангелем Иисуса Христа. Наш эфир подходит к концу. Пусть Бог благословит. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!